Десна ТВ Тема у нас обозначена – велосипедист двоих транспортных средств. Педагоги отмечают профессиональный праздник. Мне очень приятно, что эта тема не оставляет никого равнодушным. Творческая встреча с Василием Лановым. Если придется защищать себя, решение принимает он сам. День открытых дверей в спортивной школе Десногорска. А теперь об этих и других событиях подробнее. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил положительный опыт Смоленской области в создании конкурентной среды, развитие которой обсуждали на заседании правительства Российской Федерации. Смоленщина вошла в пятерку регионов-лидеров по данному критерию. Смоленская делегация во главе с губернатором Алексеем Островским вернулась с Международного инвестиционного форума в Сочи. Поездка стала плодотворной для региона. Администрация области подписала четыре стратегически важных соглашения. 4 октября отмечается День гражданской обороны России. Нынче службе исполнилось 84 года. В этот день стала уже традицией проводить всероссийскую тренировку по гражданской обороне. Это самая масштабная тренировка за всю историю ведомства. В ней участвуют около 40 миллионов человек. Как прошел первый день учений в нашем городе? Смотрите далее. Тема всероссийской тренировки звучит так. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Руководитель гражданской обороны Десногорска, глава муниципального образования город Десногорск Вячеслав Седунков провел сбор руководящего состава и работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны с привлечением сил и средств. В ходе тренировки состоялось заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования территории в случае ЧАЭС, где обсуждались вопросы обеспечения жизнедеятельности людей в случае любой чрезвычайной ситуации. Заседание провел председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Александр Новиков. А заседание эвакуационной комиссии прошло под председательством Сергея Тощева. Здесь уточнялись планы эвакуации, готовность сил и средств к выполнению эвакуационных мероприятий. В школах города специалисты управления по делам ГУЧС провели открытые уроки и рассказали учащимся, что такое гражданская оборона и как она организована в нашем городе. Тесное взаимодействие педагогического сообщества Десногорска и специалистов управления по вопросам обеспечения безопасности, а также совместное проведение практических занятий и тренировок дают хорошие результаты. Коллектив управления по делам ГУЧС искренне поздравляет учителей с профессиональным праздником. Всероссийская тренировка продлится до 7 октября, а каждый день учений будет начинаться с включения громкоговорящей связи. В Смоленской области завершается уборочная кампания. В этом сезоне урожай зерна превысит прошлогодние показатели в 235 тысяч тонн. Зерновые культуры уже собраны. Сейчас подходит к концу уборка овощей. Уровень заболеваемости населения нашей области туберкулезом снизился на 9%. В текущем году «Палочка Коха» стала причиной смерти 87 человек. В группе социального риска пациенты, состоящие на учете у наркологов и психиатров, бродяги и бывшие заключенные. Сегодня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают учителя. Наша съемочная группа посетила вторую школу Десногорска, чтобы узнать, чем живет образовательное учреждение в этот праздничный день. На первый взгляд, казалось бы, обычный учебный день. На перемене шум и гам, коридоры заполнены радостными криками и беготней. Все те же уроки, вызов к доске, домашние задания. Только дети больше волнуются, а учителя немного смущенные. Для каждого преподавателя этот день особенный, ведь профессия учитель – это призвание, и те, кто ее выбрал, уже не представляют свою жизнь без школы. В этой профессии нужно жить. И, собственно говоря, школа – это как дом второй, родной. Самая первая профессия – это профессия педагога, потому что человек, когда рождается, его надо обязательно чему-то учить. Поэтому это профессия от Бога. Выбирала эту профессию, потому что я знала, что я не смогу на других работах работать. Я только люблю с детками. Это мечта. Мечта из детства. Мама – преподаватель. Я всю жизнь провела в школе. Нравится учить, получать результаты, видеть результаты. Нравится изучать их. И учиться у них самой. По себе человек очень энергичный. Хочется постоянно что-то делать, творить. А это можно делать только с детьми. Ребята в этот день стараются изо всех сил порадовать своих педагогов. И ни в коем случае не расстраивать. Без учителя вообще не существует ни одной профессии, так как это все самое лучшее дают нам учителя. И я считаю, что учителя нам как вторые родители. Можно еще раз сказать, что наш классный руководитель самый классный. Что они добрые, хорошие. Они очень хорошо объясняют, учат. И вообще все очень нравится. У меня учитель добрый, хороший, красивый. Всегда нас учит. Я люблю своего преподавателя. Мне он нравится. Он очень хорошо ведет, очень добрый. Он всегда поможет и поддержит, когда у тебя что-то не получается. Она дает шанс исправить, если плохую оценку. Если хорошую, то хвалит. Желаю счастья, чтобы было все хорошо, чтобы все было просто идеально. Пожелал бы им счастья, здоровья и терпения с нами. Очень шумные классы у нас. В эту благородную и ответственную профессию случайные люди не приходят. Учитель – это друг, философ, вдохновитель. Он всегда рядом со своими учениками. Отдает им не только свои знания, но и часть души. Учить детей – это не просто работа. Это стиль жизни. В Смоленске уже в восьмой раз проходит вокальный конкурс «Голоса России». С этого года он будет носить имя Ольги Воронец. Своё вокальное мастерство продемонстрируют около 150 исполнителей народной песни из республики Удмуртия, Пермского края, Тамбова, Костромы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы и других городов страны. А 1 октября Десногорск посетил народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Лановой. Творческая встреча состоялась в городском центре «Досуга». Подробности смотрите далее. Программа, с которой Василий Семёнович приехал в наш город, называлась «Спасибо за верность потомке» и была посвящена общественному движению «Бессмертный полк», сопредседателем которого в Москве и является наш прославленный актёр. Для Василия Ланового это очень важная тема. Ребёнком, пережив войну, он навсегда сохранил в памяти воспоминания о тех страшных годах и вынужденной разлуке с родителями. Актёр вспоминал своё украинское детство, читал стихи и пел. «Земля моя, я сын твоих берёз, я землю русскую от недруга взберём». 80 работ в кино. И каждая из них – знаковая, ни одной проходной ради славы или денег. Каждая оставила свой след в душах зрителей и сделала актёра всенародно любимым. «Мы поделились не только главным по теме «Бессмертный полк» о войне, но поделились и классикой, и песни были дивные. И Александра Сергеевича Пушкина и Маяковского я читал вне этой темы. Замечательно принимал зал с хорошим юмором, чувством, вкусом. Это было очень приятно. Спасибо, желаю вам успехов, счастья и пусть Боженька вам улыбнятся». Василия Семёновича десногорцы слушали с замиранием сердца, впитывая каждое его слово. Дарили цветы, просили сфотографироваться, брали автографы и признавались в любви к великому актёру. Переходим к новостям спорта. В течение трёх дней в Смоленске проходили соревнования военных – офицеров и курсантов военных вузов со всей страны. Победителей определяли в личном зачёте и в командном. Лучшие из лучших получили кубки, медали и грамоты. Детско-юношеская школа «Десногорска» распахнула свои двери для будущих воспитанников и их родителей. Как прошёл день открытых дверей ЮСШ, смотрите в нашем сюжете. В большом светлом спортивном зале школы не было свободных мест. Гостям рассказали о создании и показали слайды из истории школы. Вспомнили о традициях, заложенных ещё первым директором, талантливым организатором и тренером Николаем Савиничем. Сегодня в школе дети могут приобрести навыки в таких видах спорта, как борьба с самбо и дзюдо, лыжные гонки, баскетбол, лёгкая атлетика, волейбол. Если с выбором спорта пока не определились, можно просто посещать спортивно-оздоровительные группы. Пускай наши дети идут в спортивную школу, потому что спортивные регалии, наверное, это высшие, спорт высших достижений, это очень сложно. Но самое главное, чтобы вот эти мальчики, они были здоровыми, крепкими, они не были на улице. Для гостей в этот день были организованы показательные выступления учащихся разных возрастов. Каждый элемент правильно выполненного упражнения сопровождался аплодисментами зрителей. А когда гостям праздника представили чемпионов отделения борьба, то многие из пришедших на встречу юных десногорцев твёрдо решили записаться в секцию. Навыки, приобретаемые в спортивной школе, несомненно, пригодятся детям в будущей жизни. Самое главное, что они будут здоровыми, ответственными и дисциплинированными. В течение длительного времени из дачных домиков десногорцев бесследно исчезало ценное имущество. В основном электроинструменты и бытовая техника. Оперативники выследили и задержали подозреваемых по месту их жительства. На первом же допросе дачные воры признали свою вину в совершении преступлений. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин